Сегодняшнее видео будет посвящено одному из самых сложных моментов при создании изделий в технике кроше. Я подробно расскажу, на какие моменты стоит обратить внимание. И все это вы сегодня изучите, попробуйте связать, ну и, конечно же, выберите свой самый любимый способ. Здравствуйте, уважаемые мастерицы! Вы на канале онлайн-академии Вяжи для души. Меня зовут Анна Коновалова, и я рада вас приветствовать. В современном мире стремительно набирает популярность техника вязания кроше. Ну или, другими словами, техника вязания ажурных изделий с помощью крючка. В предыдущем видео на нашем канале я подробно рассказала, как читать схему, а также показала наглядно, как провязывать один из квадратов с помощью крючка. Я благодарю вас за обратную связь и комментарии под этим видео. Я всегда с любопытством и интересом их читаю и стараюсь оперативно реагировать на какие-либо вопросы или пожелания. И я очень рада, что наша Академия вдохновляет вас на получение новых навыков и на создание новых изделий. И сегодняшнее видео будет посвящено одному из самых сложных моментов при создании изделий в технике кроше, а именно аккуратному соединению квадратов. Я подробно расскажу, на какие моменты стоит обратить внимание. Перед тем, как мы начинаем соединять наши квадраты, а также в процессе соединения квадратов, мы подробно изучим, как проходить стыковые углы, для того, чтобы у нас полотно получалось в итоге ровным и аккуратным. Также подробно рассмотрим порядок соединения наших квадратов в изделии. Как можно соединять квадраты с помощью иглы, с помощью крючка? Как можно соединять квадраты с помощью провязывания последнего ряда, в процессе провязывания последнего ряда квадрата? Швы бывают различные, бывают плоские, бывают выпуклые, бывают фактурные. И все это вы сегодня изучите, попробуйте связать, ну и, конечно же, выберите свой самый любимый способ. Ну что же, провязание можно говорить вечно и бесконечно, но гораздо лучше будет взять в руки крючок, взять квадраты и начать тренироваться на практике. Давайте приступим. Итак, уважаемые мастерицы, прежде чем приступить к соединению наших мотивов, давайте разберемся с основными базовыми моментами. Первое. Соединяем мы наши мотивы всегда в том виде, в котором они должны быть, то есть в той форме, в которой они должны быть. Для этого предварительно мы их либо стираем, потом блокируем и придаем им нужную форму, либо просто можно с чем-то сбрызнуть, чтобы они высохли в нужной нам форме. Можно отпарить. Некоторые виды пряжи можно прогладить через марлю, да, например, хлопок стопроцентный. То есть все это будет зависеть исключительно от пряжи, от формы мотивов, которые вы связали, но в любом случае они должны быть в аккуратной, красивой форме, для того, чтобы когда мы их соединили, они также и остались, и наше полотно потом после стирки, после ВТО не деформировалось никаким образом. То есть мы проводим предварительные действия по блокировке наших мотивов. Далее. Крайне нежелательно и тем более неудобно соединять мотивы в хаотичном порядке. Поэтому в большинстве случаев мы сначала вяжем наши мотивы, затем мы их раскладываем в нужной нам последовательности. У меня сейчас просто образцы, то есть у меня не изделие. Но тем не менее, я вот показываю сейчас на примере, мы их раскладываем в нужной нам последовательности и внимательно смотрим на наше полотно и смотрим, как нам будет проще соединить наши мотивы без отрыва нити. Мы, как правило, делаем такие достаточно длинные швы. То есть, ну, к примеру, да, то есть один шов мы длинный сделали, два мотива соединили, потом далее без отрыва нити продолжаем еще два мотива соединять и так далее. Затем вот одну прямую мы сделали, затем приходим к следующей прямой по вертикали, по горизонтали. То есть все мы это делаем постепенно, но при этом стараемся, чтобы у нас было как можно меньшее количество отрыва нити. Что касается пряжи, которую мы будем соединять, и инструмента. Инструмент мы, конечно же, подбираем такого же номера, как мы и вязали наши мотивы, чтобы он подходил к нашей нити. А вот пряжа может быть в тон к нашим квадратам, а может наоборот быть контрастного цвета. И конечный результат, конечно же, будет зависеть от вашей задумки. Еще очень важный момент, если вы вяжете квадраты нитью в несколько сложений, вот, например, как мой квадрат связан нитью в два сложения, то если мы их соединяем, то, конечно же, мы нить разъединяем и соединяем наши квадраты нитью в одно сложение. То есть если у нас есть право выбора, то тогда мы соединяем наши мотивы нитью, которая будет тоньше. Если права выбора у нас нет, тогда работаем с той же нитью, что мы и вязали наши квадраты Также это же правило касается и нити контрастного цвета Если она совершенно другая по составу, по текстуре, по фактуре и так далее То вы тогда выбираете таким образом нить, чтобы она была чуть-чуть тоньше Либо такая же, как и ваши основные мотивы То есть, чтобы у нас не был выделен слишком плотный, ярко выраженный шов Далее, наши мотивы мы всегда можем соединять как с лицевой, так и с изнаночной стороны Большую часть способов, конечно же, мы делаем с лицевой стороны То есть, мы делаем декоративное соединение наших мотивов И все мы это делаем по лицевой стороне нашего изделия Но, разумеется, конечный результат зависит от задумки автора Поэтому мы можем соединять мотивы и по лицевой стороне, и по изнаночной стороне Предварительно можете связать, попробовать на образцах тот вариант шва Который вам в итоге больше всего понравится и который будет гармонично вписываться в ваше изделие И еще, когда соединяете мотивы, конечно же, у нас должно быть одинаковое количество Петель последнего нашего ряда у каждого из мотивов Даже если ваши мотивы разные По рисунку, по орнаменту, все равно желательно, чтобы вот эта дорожка, конечно же, у нас совпадала Потому что если вот это итоговое количество петель последнего ряда не будет совпадать То вам придется мотивы припосаживать, затем дополнительно отпаривать, проглаживать, то есть придавать им нужную форму и так далее А когда у нас одинаковое количество петель, то мы просто работаем с каждой из петлей по очереди различными способами Я вам сегодня их все покажу И тогда у вас просто получается достаточно вот здесь ровный шов Когда мы соединяем наши мотивы, у нас у последнего столбика, когда мы вяжем крючком у последнего нашего ряда Есть две полупетли Вот одна, вот вторая И в зависимости от выбранного способа, мы при соединении наших мотивов можем подцеплять как две полупетли, так и одну Причем одну можно подцеплять левую, можно правую И когда мы соединяем второй мотив, то соответственно точно так же Во втором мотиве две полупетли, и мы можем цеплять как обе Также можем внутренние стенки подцеплять, а можем внешние Конечно же, все это будет отражаться на конечном результате Будет шов либо плотнее, либо наоборот будет более плоский И все эти варианты будут в итоге по-разному выглядеть А вот что касается хвостиков, которые остаются у нас после вязания наших мотивов Здесь по желанию вы можете их предварительно спрятать, чтобы они не мешались вам в процессе работы А можете их оставить и вот эти вот все длинные хвосты спрятать уже потом, когда ваши мотивы будут собраны в единое полотно И вы будете обрабатывать ваши хвостики Первый способ соединения с помощью иглы Я буду показывать на нити контрастного цвета, вы работаете той нитью, которая вам нужна по задумке Когда мы соединяем наши мотивы иглой, то, конечно же, удобнее всего работать иглой трикотажной С широким ушком, чтобы легко проделась наша ниточка И с тупым кончиком, чтобы она не поранила наш пальчик Этот способ не очень распространен среди мастериц, я его тоже не очень люблю Просто потому что, когда мы соединяем наши мотивы с помощью иглы Затем шов достаточно сложно распустить Гораздо проще, когда мы работаем с крючком Но, тем не менее, получится достаточно красивый и аккуратный шов Поэтому, конечно же, я вам его сегодня покажу Возможно, он вам западет в сердце Мы начинаем работать от угла Находим самую крайнюю петлю нашего уголка Как правило, в любой схеме это воздушная петля У угла есть всегда воздушная петля Подцепляем вот эти воздушную петлю на одном мотиве и на другом мотиве Хвостик нити я оставляю и пока его придерживаю, чтобы он никуда не убежал А теперь поддевая за обе полупетли каждого мотива С одного мотива С другого мотива Вывожу рабочую нить Получился стежок Затем следующие обе полупетли одного мотива Следующие обе полупетли второго мотива Вывожу нить, получился стежок И так далее Продолжаю работать в одном направлении Получаю на выходе декоративные стежки А если вам не нужен декоративный стежок То тогда вы с легкостью можете сделать имитацию матрасного шва То есть когда мы вяжем спицами Есть такое понятие матрасный шов То в мотивах мы точно так же можем его сделать Я раскладываю наши мотивы вот сейчас таким образом Как бы я сшивала спицевые изделия Потому что я все-таки мастер больше по вязанию спицами И мне так просто удобнее То есть просто по привычке Но вы берете две детали так, как вам по сути удобнее Как вам будет привычнее И вот посмотрите Мы должны с вами оставить внешние полупетли с каждого из мотивов Вот здесь внешние и вот здесь Мы должны оставить снаружи То есть мы сейчас будем работать с внутренними нашими полупетлями Вот этой косички каждого из мотива Таким образом мы делаем Вдеваем иглу во внутреннюю полупетлю И затем выводим в следующую внутреннюю полупетлю Выводим иглу Теперь работаем со вторым нашим мотивом Вдеваю иглу во внутреннюю полупетлю И вывожу в следующую внутреннюю полупетлю Расслоилась нить, одну секунду Вот так Подтягиваем нить И продолжаем по такому принципу Соединять мотивы При этом у нас иголочка дважды бывает в каждой из полупетли Вот сейчас нить контрастного цвета прекрасно видно Вот в этой полупетле У меня уже игла была Я ввожу в нее еще раз И в следующую вывожу Подтягиваем нить Вот так шов с лицевой стороны Вот так он выглядит с изнаночной стороны И вот таким образом Такое соединение получается с помощью иглы Либо декоративная строчка Либо наоборот шов, который у нас не виден Далее мы продолжаем без отрыва нити Если у нас несколько мотивов уже наши готовы То без отрыва нити Выбранным способом продолжаем соединять То есть присоединяем следующий наш квадрат У меня он немножко другого размера Показываю просто для примера Следующий наш вот так вот Таким образом квадраты присоединяем И продолжаем работать по вертикали Либо по горизонтали Следующий способ соединения Горячо, но любимый Это плоская косичка Выполняется она достаточно просто В первую очередь мы фиксируем нить В уголках нашего мотива Причем мы помним, что у нас мотивы могут быть Квадратные, треугольные, шестиугольные То есть абсолютно любой формы Нам важно найти вот именно самую крайнюю точку Нашего мотива И соединить наши петли вместе Делаем мы это следующим образом Соединяем мотивы И будем работать с внутренними полупетлями А внешние остаются у нас с внешней стороны При этом нить у нас находится с изнаночной стороны Ввожу крючок сначала во внутреннюю полупетлю Одного мотива Затем во внутреннюю полупетлю другого мотива Таким образом у нас получается нахлёст То есть один мотив накладывается на другой За счет вот этих внутренних полупетель Подхватываем рабочую нить И выводим Через наши петли Затем протаскиваем через петлю на крючке То есть это соединительный столбик Никаких дополнительных накидов Мы ничего не делаем Просто у нас идет соединение мотивов За счет соединительных столбиков Когда мы рабочую нить протаскиваем через все петли Вот таким образом Подтягиваем За натяжением нити косичка не должна быть перетянута Либо наоборот слишком сильно расхлябана Такой способ соединения достаточно простой Он простой в распуске То есть если вдруг у вас где-то какая-то Нить легла неправильно То просто спустите пару петель И сделайте все ровно, аккуратно и красиво На выходе мы получаем плоскую косичку Вот так она выглядит с лицевой стороны Это декоративная косичка Она хорошо видна Но при этом, как правило, прекрасно гармонирует С различными мотивами Вот так плоская косичка выглядит с лицевой стороны Вот так она выглядит с изнаночной стороны Следующий способ показываю на этом же образце Чтобы вы наглядно увидели разницу Это будет способ соединения С неплоским швом Столбиками без накида Когда мы соединяем мотивы таким образом То мы можем работать как с внутренними полупетлями Так с внешними И также под обе дужки Можем подхватывать наш крючок Все это будет влиять на то, какой у нас получится в итоге шов То есть насколько он получится плотным При этом нить у нас находится на внешней стороне Когда мы соединяем Я сейчас покажу Подцепляя за обе дужки петли То есть это получается тогда таким образом Самый-самый-самый толстый шов Чтобы было наглядно видно То есть обе полупетли С одного мотива захватываю И обе полупетли с другого мотива захватываю Вывожу свою рабочую нить И провязываю столбик без накида Далее со следующими петлями мотива работаю И продолжаю соединение Столбиками без накида Сейчас буквально еще пару петель соединю И покажу, что в итоге получается При таком способе Очень важно понимать, что у нас получается С одной стороны вот такая ярко выраженная косичка А с другой стороны ее нет Поэтому когда вы решаете В какой последовательности соединять ваши мотивы Следите за направлением И несмотря на то, что когда мы закончим Соединение наших мотивов Расправим шов, отпарим, прогладим Если это допустимо в пряже, с которой вы работаете И вот это направление будет не сильно заметно Все равно присутствует легкий наклон Когда мы соединяем нашими столбиками без накида То есть мы можем с вами просмотреть легкий наклон То есть отличается наша косичка с одной стороны И с другой стороны слева и справа Поэтому, конечно же, лучше всего следить за направлением Чтобы у нас всегда вот эта косичка Всегда была одинаковая Если сравнить с предыдущим способом соединения То здесь ярко выражена предыдущий способ Плоская косичка А здесь выпуклое, фактурное получается соединение мотивов И, конечно же, в определенных изделиях Это может стать изюминкой изделия И может дополнить в итоге полотно, которое получается И еще один вариант выполнения плоского шва Но при этом он будет выглядеть не косичкой Будем работать с двумя полупетлями каждого из мотивов Ввожу крючок в обе полупетли одного мотива Вывожу рабочую нить Провязываю столбик без накида Освобождаю крючок от петли Придерживаю пальцем, чтобы петля не распустилась Работаю со вторым мотивом Ввожу крючок в обе полупетли И вот эту свою петельку, которая у меня осталась Протаскиваю Через полупетлю второго мотива Вот таким образом Подтягиваю нить Продолжаем Первый мотив Ввожу крючок Вывожу нить в столбик без накида Освобождаю крючок Ввожу в следующую Петлю другого мотива Через нее вывожу Свою нить, которую я соединяю мотивы Она у меня сейчас контрастного цвета, поэтому прекрасно видна И так далее Продолжаем работу Таким образом на выходе мы получаем совершенно плоское соединение Но оно не выглядит как косичка А имеет вот такую фактурную форму С лицевой стороны С изнаночной стороны И я сейчас буквально немножко распустила от своих образцов Для того, чтобы показать, как же мы будем переходить от одного мотива к другому мотиву То есть вот этот момент стыка, который может вызывать затруднения у некоторых мастериц Неважно, каким способом вы выбрали соединять мотивы В любом случае принцип соединения по факту единый Я сейчас буду показывать на примере своего любимого шва Это плоская косичка Итак, я довязала два мотива свои Вот они Соединила все Дошла до угла То есть нам важно дойти до окончания нашего мотива Ровного окончания нашего мотива И затем просто перехожу к следующим Вот беру два мотива Вот у меня чуть-чуть здесь подраспущен краешек Здесь точно так же нахожу угловую свою полупетлю Потому что я соединяю плоской косичкой Поэтому я работаю с полупетлями А вы можете работать с обе дужки петли Вот эти, да, подхватывать В зависимости от того, какой способ вы выбрали Поддеваю на одном мотиве Затем цепляю точно так же угловую на другом мотиве Затем беру свою рабочую нить То есть без отрыва нити И соединяю выбранным способом У меня это способ плоская косичка То есть я протаскиваю соединительный столбик Через все петли Вот таким образом получается стык Вот эту стыковую петлю Вот у вас, когда получается вот этот шов Вот эту стыковую петлю Вы можете нить подтянуть Подослабить То есть смотрите, чтобы ваше полотно В итоге никаким образом не деформировалось То есть чтобы все это аккуратно смотрелось И далее по такому же принципу Продолжаем Далее Соединять Другие наши мотивы И на выходе мы получаем вот такую картину То есть наши мотивы соединены Здесь полотно нигде не перетянуто Все смотрится аккуратно За натяжением нити Вот здесь мы следим Затем, когда мы будем проходить еще раз Вот такой шов Например, по горизонтали В каком-то любом направлении В котором вы будете соединять дальше остальные мотивы То есть вам вот этот уголочек Возможно придется проходить еще раз В таком случае мы просто Либо перепрыгиваем через вот эту петельку Либо, если у вас ажурные достаточно квадраты Вот в таких случаях Возможно вот здесь Вместе с тыком То есть когда мы оформляем вот этот наш уголочек Возможно провязать дополнительно воздушную петлю То есть в момент, когда мы перепрыгиваем Провязываем дополнительную воздушную петлю И вот здесь получается аккуратное, красивое Не стянутое соединение И конечно же я не могу обойти стороной Ажурное соединение мотивов Для этого сейчас покажу вот на своих образцах Вот на таких соединенных Для этого мы берем нашу ниточку Выбранная Она может быть контрастного цвета Может быть в тон точно так же Да, как мы всегда Мы находим наш угол Наш край нашего мотива Выводим рабочую нить Эту рабочую нить можно закрепить с помощью воздушной петли Хвостик оставляем Можно оставить его чуть-чуть подлиннее Чтобы потом его было удобнее прятать Затем берем в работу наш второй мотив Точно так же находим угловую петлю Выводим рабочую нить Ее можно подтянуть Провязываем Столбик без накида Воздушная петля И затем мы будем работать с каждым из мотивов поочередно При этом мы работаем с двумя полупетлями То есть мы крючок вытеваем под обе полупетельки На каждом из мотивов И мы можем пропускать наши Вот эти вот наши петельки Что на одной стороне Точно так же симметрично и на другой стороне Пропускать мы можем для того Чтобы у нас получилась больше ажурность Нашего соединения Но здесь конечно же По усмотрению каждой мастерицы Итак Продеваем крючок в одну петельку С одной стороны мотива Провязываем столбик без накида Воздушная петля Теперь с другой стороны Под обе полупетли Провязываем столбик без накида Воздушная петля С первым нашим мотивом Столбик без накида Воздушная петля И со вторым Столбик без накида В следующую Воздушная петля В итоге мы имеем Вот такое потрясающее Ажурное соединение Если вы планируете Соединять свои мотивы В изделии Вот именно таким способом Имейте ввиду Что такое соединение Придаёт нам лишнюю ширину Потому что Посмотрите здесь В зависимости от выбранной пряжи Сантиметр точно плюсом прибавляется И ещё один способ соединения мотивов Когда мы их соединяем между собой В процессе провязывания Последнего ряда Каждого из мотивов При таком способе соединения Нужно понимать Что у нас один мотив Самый первый Должен быть провязан полностью А затем все остальные Мы не довязываем один ряд И по узору В соответствии с узором Мы будем соединять Присоединять То есть провязывать Сразу наш заключительный ряд У мотива И присоединять К соседнему мотиву В нужном нам порядке Мы будем это делать В соответствии с узором Вот к примеру У меня сейчас Вот такие ажурные цветочки Мотивы такие квадратики И я их соединяю арочками Уголок арочкой соединяю Вот здесь вот Между нашими уголочками Да у меня есть такая арка Я здесь тоже делаю соединение И вот здесь точно так же Я делаю соединение То есть у меня получается Такое ажурное воздушное соединение Между вот этими арками Тоже у меня есть пространство И оно у меня никак в работе Не участвует То есть это специально По задумке Вот таким образом Для того чтобы получить Нашу ажурность То есть здесь у меня Не ровная прямая линия Как в предыдущих наших Вариантах Когда у нас получается Прям шов ярко выраженный А вот именно Соединены только Определенные части У мотива Их может быть любое количество В зависимости от вашего размера Делаем мы это следующим образом Я провязываю половинку От уголочка В соответствии со своим узором То есть мы когда вывязываем угол У нашего квадрата У нас всегда между Основным нашим узором Есть какое-то количество Воздушных петель Для того чтобы у нас получился Вот как раз таки Тот самый наш угол Вот таким образом Я провязала Вытаскиваю чуть-чуть петлю Чтобы она у меня никуда не убежала Теперь беру мотив Который я буду присоединять Ввожу крючок Точно так же в уголочек Вот таким образом И вывожу свою петлю Через свой уголочек То есть я соединяю мотив Вот так Фиксирую с помощью Петли И мое ажурное соединение С помощью арки Одного уголка Уголка завершено Далее я продолжаю вязать Свой уголок То есть довязываю свой ряд у мотива Вот у меня ряд он начался И вот здесь он ярко выражен То есть вот здесь не провязан Вот он ряд у меня идет То есть я вяжу свой ряд В соответствии с узором Сейчас провязываю уголок Затем в соответствии со своим узором Перехожу на прямой участок своего квадрата И вот сейчас вот эту арку мне нужно соединить С аркой Моего другого мотива Который у меня уже провязан Ввожу крючок Вывожу свою петлю И фиксирую ее Продолжаю провязывать свой ряд В соответствии с узором И в итоге мы получаем Арочное соединение Двух мотивов В процессе провязывания Последнего ряда Кроме этого важно понимать Что соединение с помощью Последнего ряда Когда мы мотив довязываем Возможно не только Когда у нас вот такое Настолько ажурное Арочное полотно получается А в том числе и при вязании Самых обычных квадратов Также возможно соединение С помощью последнего ряда Вот к примеру я сейчас Для образца Надвязала Самые обычные столбики С одним накидом То есть мой последний ряд Как будто бы это мой последний ряд То есть один квадрат у меня закончен И вот сейчас я вяжу Свой второй квадрат И сразу же в процессе провязывания Я присоединяю к своему квадрату Можно также приложить Изнаночные стороны друг к другу Вводим крючок в арку Нашего готового уже мотива Выводим рабочую нить Формируем соединительный столбик Фиксируем его с помощью Воздушной петли И затем просто продолжаем вязать Наш заключительный ряд Нашего мотива Тем узором Который у нас есть То есть соединение С помощью последнего ряда На самом деле многогранно И может быть исполнено Абсолютно на разных узорах Таким образом Можно сделать выводы Что соединения Вариантов соединения мотивов На самом деле огромное множество И я думаю что стоит выбрать Для себя самый любимый И конечно же при всем Многообразии соединения Нужно подбирать тот вариант Который будет прекрасно смотреться В целом в изделии И конечно же сочетаться будет с узором А также с задумкой С концепцией общего внешнего вида Изделия Которое вы хотите получить на выходе Итак уважаемые мастерицы Мы с вами сегодня рассмотрели Несколько способов соединения мотивов Ну а какой способ выбрать Совершенно точно решаете только вы В первую очередь Ориентируйтесь на свои личные предпочтения На тот вариант С которым вам удобно И комфортно вязать Ведь без сомнения Вязание должно быть для души Ну и также обращайте внимание На то какой шов Наиболее гармонично будет смотреться В вашем изделии Ведь они бывают и плоские И фактурные И рельефные И швы мы с вами можем делать И с лицевой И с изнаночной стороны То есть вариантов на самом деле Огромное множество И без сомнения Такое разнообразие Позволяет создать каждой мастерице Своё уникальное Неповторимое изделие Обязательно пишите в комментариях Было ли полезно сегодняшнее видео Подписывайтесь на наш канал И нажимайте на колокольчик Чтобы не пропустить Новые полезные видео И обязательно Ставьте пальчики вверх Ну а на сегодня всё С вами была я Анна Коновалова И команда Академии Вяжите для души